За станками люди разных возрастов, студенты, пенсионеры. Сколько маскировочных сетей сплели волоконовские волонтёры за месяцы работы, сказать сложно. Счёт на тысячи квадратных метров. Всё сделаем для победы, лишь бы быстрее она наступила, лишь бы ребята наши быстрее пришли домой. Ты делаешь, и тебе самому приятно от этого. С начала спецоперации группы неравнодушных появились по всему муниципалитету. Готовили, шили, делали окопные свечи. Со временем взялись замаскировочные сети. Сейчас в районе ими занимаются больше десятка волонтёрских объединений. Техники плетения освоили практически в совершенстве. Плетём подлоску и на подлоску накладываем травку, потому что при дожде, при снеге травка не проваливается. И сеть закрывает наших ребят. Это мастерица одного из тосов, посёлка Пятницкая. Сейчас создают для наших защитников не только сети, но и маскировочные костюмы. Ещё будет лестись вторая половина, то есть спина, и будет капюшон. С материалом помогают в том числе местные власти и предприятия. Для закупки очередной крупной партии обратились в фонд «Поколение» Андрея Скотча. Направили ходатайство. Это ходатайство было рассмотрено очень в кратчайшие сроки. Были выделены денежные средства. Мы равномерно распределили на все наши волонтёрские группы. Труженики очень большие. Мы гордимся этими людьми. Руководители волонтёрских групп летущих сети отметили дипломами и благодарностями муниципалитета. Ну а сами мастерицы говорят, работу не прекратят ни на один день. Татьяна Куликова, Александра Кветко, Александра Третьякова. Такой день на мире Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова